Необычный способ борьбы с простудой придумали ученики 45-й школы. Здесь свой день начинают с уроков фигурного катания, после чего ученики отправляются в столовую отогреваться горячим чаем с малиной, смородиной и хиноцей. А еще у учеников необычные амулеты от гриппа. Коньки сменяются на теплую и уютную столовую, где заботливые родители уже приготовили вкуснейший витаминный чай из летних запасов. Сегодня чай из облепихи, шиповника и лимона. Напиток приятный на вкус и полезный для здоровья. Так поддерживать здоровье детей придумали сами родители в начале года. «Для детей, конечно, это больше эмоциональное, положительные эмоции получают, потому что чай пить для них это интересно, для них это в виде игры, им интересно после прогулки, после физкультуры прийти и попить чай». За компанию с одноклассниками и кислые ягоды идут за милую душу. И чесночным ароматом здесь никого не испугать. На учениках самостоятельно сделаны амулеты. Футляры от киндеров наполнили чесноком и луком. «Чтоб не болеть». «И не болеешь? Что?» «Я немножко болею». «Немножко болеешь? А давно ты с таким амулетиком ходишь?» «Ну, сегодня первый раз». А все содержимое в обед съедается вместе с супом. Вот и весь секрет здоровья. А то, что способ этот действенный, подтверждает и медик. Дети болеют гораздо реже. «На самом деле помогают футанциды. Они повышают сопротивляемость организма, также обогащают витаминами и микроэлементами. Всегда полезно во время сезона употреблять лук, чеснок, мёд. Это такая профилактика, которой всегда пользовались и будем пользоваться». Специалисты напоминают, что детей с симптомами болезни, насморком и кашлем лучше не приводить в садик и школу, чтобы ребёнок и сам подлечился, и других не заразил. Екатерина Усатенко, Сергей Кашин, Афонтова. Новости.